Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Добрейшее, веселейшее! Шалом! Бонжур! Хелло! Good morning! На английском. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать божественную мудрость, которая очень важна. И сегодня мы продолжаем изучать законы речи. Мы как раз подходим с этой точки зрения, потому что выполнение заповедей... Интересно, это очень важная такая информация. Первая книга Тора, книга вся Брешит, там почти нет заповедей. Может быть, там одна, владитесь и размножайтесь. Может быть, еще в книге Брешит есть заповедь Аврааму делать обрезание на восьмой день. По-моему, там эта заповедь уже есть. И, да-да, есть. Ну, буквально несколько заповедей. То есть, из 613 в книге Брешит, книга в начале, первая книга Торы, там очень мало заповедей. Но зачем мы ее изучаем? Почему мы прям конкретно изучаем, что было с Адамом, первым человеком? История его с Хавой. Значит, зачем нам эта вся история? Можно было бы начать Тору, как Раша говорит, первый отрывок. Прямо заповеди. Ходыш, этот месяц для вас, начало всех месяцев. А зачем же мы изучаем истории? Мы изучаем истории для того, чтобы понять, как правильно себя вести. Это называется Дерахеретс. Путь, дословно, путь земли. То есть, человек живет на земле. Очень сложно. Я вам скажу так, что в человеке сочетается часть, которая выше, чем ангелы, духовная часть. Это связь со Всевышним. Это Бог сказал, на Асе это Адам. Он говорит, сделаем человека, значит, сделаем по образу нашему. То есть, представляете, в человеке есть вот такая высокая часть, которая подобен Богу. И у человека есть животная часть. Вот тело, чистое животное, такая обезьяна без шерсти. То есть, реально тело обезьяны без шерсти. Те же инстинкты, те же побуждения, те же потребности. И человеку постоянно приходится на вот этом вот внутреннем конфликте, на этом противоречии балансировать. Кто ты? Или ты ангел, или ты животное. То есть, очень сложно человеку. И вот мы изучаем вот эту вот первую всю книгу Торы. Дерахеретс. Путь земли. Как правильно себя вести. А потом на это накладываются сверху заповеди. То есть, Бог сказал, вот это делай, это не делай. Это правильно, это неправильно. Понятно, да? Значит, мы сейчас, сегодня мы изучаем, поэтому законно лошонный раз, злое язычие. Потому что мир, в котором человек живет, он полностью построен словами, которые человек произносит. То есть, мы вот вчера с моим одним другом, мы обсуждали тему. Вот он говорит, вот то, что я тебе говорю, это реальность. Я говорю, это не реальность. Это твоя интерпретация реальности. Он говорит, нет, это реальность. И все. И вот он настолько уверен, что его интерпретация реальности, это реальность, что, как бы, ну это же очевидная вещь, что есть реальность, факт, а есть описание реальности. И описание реальности, оно субъективно для каждого человека. То есть, как только ты начинаешь описывать любую свою эмоцию, любую свою правила, тем более. Когда просто даже ты описываешь чашку. Попробуйте описать чашку. Это чашка. Это чашка, слово, эта чашка является чашкой? Не является. Здравствуйте, Раиса Васильевна, тоже вот у меня теща присоединилась. То есть, слово, это чашка, вообще это не чашка. Почему? Это кап. Кап. Или на иврите это коз, можно сказать, да? Это коз. Вот, ну, например, коз это стакан вообще, я не знаю, как чашка на иврите. Хорошо, значит, понятно, да, идея? Теперь злоязычие, это когда ты речью создаешь зло, а позитивная речь, это когда ты речью создаешь добро. Теперь мы изучаем законы. 11, мы сегодня дошли, 11 закон. Он, на ваш упрек не обращают внимания, называется он. Представьте ситуацию. Окружающие наперебой произносят лошон ара. Как будто бы они соревнуются друг с другом. Прямо конкретно, вот они как начали. Сефель, да, подсказывает Лея Каплана. Жена говорила о Сефеле, я говорю, да нет, я не знаю этого слова Сефель. Первый раз слышу слово Сефель в жизни. Оказывается, это чашка. Видите, я не знал. Сефель чашка, да, вот Татьяна Талисман тоже подсказывает. Я не знал, я, дайте мне чашку с Сефель. Никогда у тебя 20 лет в Израиле, почему-то я это слово не использовал. Интересно, но чашка-то, я знаю, что такое чашка. Вот я ее в руке держу, а слова нету. Чашка есть, а слова нету. Ну, на иврите. Хорошо. Значит, ситуация. Вокруг все говорят лошон ара. Все говорят вокруг лошон ара. И вы слушаете и думаете, что же делать, что же делать. Если я сейчас попробую им сказать, что это все лошон ара, то что? То тогда они, конечно, сейчас все на меня натянутся. Но, и плюс еще есть такое соображение. Вот пишет Равзелен Присвин, что считается, что для человека, совершившего грех, лучше об этом не знать. Есть такой тоже интересный закон. Есть такой закон, что одно дело, когда человек совершает грех неосознанно. Другое дело, когда он совершает грех осознанно. Если он осознанно, то это как он идет прямо вот в войной со Всевышним. То есть он говорит, я знаю, что это грех, я все равно буду делать. А другое, что он не знает, что это грех и делает. То есть это совершенно разная история. Например, подход многих раввинов к евреям, которые не соблюдают заповеди, он такой, что это маугли, украденные дети. Ну, маугли не виноват же, что его волки воспитывали. Он же не виноват, его воспитывали волки. Он, значит, маугли. Теперь, если евреев воспитывала там советская школа и так далее, советская власть, то они маугли, то есть русскоязычные маугли в Америке их воспитывало общество потребления. Они американские маугли, значит. Все, то есть человек, он продукт окружающей среды, он не знал. Но Слашонара, говорит Равзей Зелек-Плистин, ситуация не такая. Почему? Потому что злоязычие, это запрет истории. То есть это не то, что... Большинство людей, кстати, знают, что нельзя говорить сплетни, что это запрещено. Поэтому он говорит, что нужно все равно высказать, сказать вот нельзя. Да, даже если ты знаешь точно, что тебя не услышат, даже если ты знаешь точно, что они не отреагируют позитивно на то, что ты им скажешь, все равно лучше сказать, вы знаете, извините, пожалуйста, но злоязычие лучше не говорить. Вот так вот. Так он советует здесь. Теперь, значит, здесь... Сейчас, секундочку, как раз мне не хватило тут одной, одного абзаца. Рассказывает он историю. Рассказывает он историю. Значит, секундочку. Рассказывает он историю про одного раввина, который стоял в очереди в аэропорту, в очереди на регистрацию. И стоял он, стоял в этой очереди, а вокруг стояли люди, и они от нечего делать в очереди начали обсуждать других людей, которые стояли в очереди. Вот он пишет так. Очередь продвигалась медленно, и люди, стоящие за ним, прямо за его спиной, принялись, высмеивая других людей. Ну, я, честно сказать, что я не помню, чтобы вот так вот я слышал, как кто-то... Хотя бывает такое, да, вот они стоят и высмеивают других людей. Э, у этого нос не такой, у этого глаз не такой, у этого там одежда не такая. Высмеивали они. Значит, раввину Гея, вот этому раввину, их поведение показалось настолько отвратительным, что он решил, он хотел остановить их, но потом подумал, что, скорее всего, они его не послушаются, а потому продолжил стоять и молча терпеть. Потом его фамилию прозвучало по местному вещанию, его просили подойти к стойке, он отошел. Облегченно вздохнув, раввин выскочил из очереди. Как только он удалился, один из стоявших заметил, не думая, что мы вели себя достойно, но страшного, скорее всего, ничего не произошло. Уважаемый раввин стоял рядом с нами и ни разу не сделал нам замечания. То есть он своим молчанием, он дал как бы ледитимацию, он как бы подтвердил, что это можно делать. Здесь есть, я всегда вспоминаю в подобных ситуациях, в пасхальной Агаде есть там четыре сына. Эти четыре сына задают вопрос, первый сын задает вопрос, что это за законы такие, что вы вот в этот пасхальный вечер, вы их рассказываете, очень много странных вещей, каких-то заповедей. Мацу надо кушать, горькую зелень надо кушать, вмокать овощ в соленую воду. В общем, очень странно. И умный сын спрашивает, объясни мне смысл всех вот этих вот законов. А там есть сын злодей, который говорит, что это, начинает насмехаться. И говорится там в Агаде такая фраза, выбей ему зубы, этому, который насмехается, сыну злодею. Прямо так написано, выбей ему зубы, если бы он был там, он бы не вышел, его бы Бог не вывел из Едипта. И задают вопрос, то есть каждому сыну ответ идет в прямом лице, если бы ты был там, надо сказать, тебя бы Бог не вывел. Почему, если бы он был там, его бы Бог не вывел из Едипта? И отвечают на этот вопрос так, если он насмехается, если он злодей, он не услышит сейчас твое увещевание. Но если ты промолчишь, то тогда все остальные подумают, что так можно себя вести. Поэтому, когда ты говоришь, если бы он был там, ты обращаешься не к нему, а обращаешься к окружающим. Если бы он был там, его бы Бог не вывел. То есть ты высказываешь протест против его действия, но его этот протест сейчас он никак не затронет, он ему не поможет. Но окружающие, они, ты не можешь промолчать из-за окружающих. Понятно, да? Есть тут очень много тонкостей. Например, я читал книжку, называется эта книжка «Невероятно». И там рассказывается про одного раввина, как он уже оставалось, буквально этот концлагерь, где он был. Его уже там приближались войска союзников, должны были освободить. И фашисты, которые уже потедали этот лагерь, они уже всех не могли убить, все такое. И, значит, был один фашист, он выстроил всех вот этих вот заключенных, евреев. И говорит, вот этот вот раввин, сейчас я вам покажу, что на самом деле он не верит. И он говорит ему, или я тебя сейчас убью, или ты сейчас съешь вот эту свиную колбасу. И этот раввин говорит, нет, говорит, я есть не буду. Он говорит, я тебя сейчас убью. И по Торе, в принципе, он мог бы съесть. Но, вот тут есть нюанс. Если бы он был один с этим немцем, да, то он мог бы съесть, чтобы сохранить свою жизнь. Но из-за того, что это было публично, и хотели унизить не его, не самого этого раввина, а всю религию. И это было для того, чтобы доказать, что, ну, что у него нет веры. Он сказал, нет, я есть не буду. И этот немец его убил. То есть он, чтобы не нарушить эту заповедь, он... Но это было не для него. Понятное дело, что он это сделал для чего? Для всех остальных. Это называется освящение имени Всевышнего. Все, на этом мы, значит, этот закон останавливаем. Нужно сказать свое, сказать, нельзя этого делать и убегать. То есть если вы будете в такой ситуации, где говорят лошонара, просто им говорите, ай-яй-яй, нельзя так делать. Вот просто нельзя говорить лошонара и сразу оттуда уходим. Теперь дальше. Рассказ. Рассказ рассказывает женщина по имени Сара Кармели. Рассказывает она историю про любовического рыбы тоже, чтобы мы из этой истории можем для себя понять какие-то важные законы. Значит, она рассказывает так, что она была нерелигиозная, и потом она начала соблюдать заповеди. Начала она соблюдать заповеди, а муж ее, муж ее не хотел. И вот она, значит, что делать, а муж говорит, слушай, я на тебя женился, это ты была одна, а сейчас ты вдруг начинаешь там парик носить, соблюдать заповеди. То кушай, то не кушай, тут я могу с тобой жить, тут не могу с тобой жить, начинает. В общем, муж очень ей сопротивлялся. И она написала письмо рыбы, в котором жаловалась. Вот, я решила соблюдать заповеди, а мой муж не желает со мной сотрудничать, значит, что мне делать, как мне совести, я должна быть настойчивой и там все соблюдать или, или, ну, или тут не было. Она написала письмо, что разве не правда, что я должна это делать, несмотря на то, что он говорит. Она рассказывает, что я полностью ожидала, что рыбы ответит. Да, ты молодец, ты должна делать то, что велит Тора, независимо от того, что хочет твой муж. Так она рассчитывала, что рыбы ей скажет. Но рыбы этого не сказал. Вот представьте ситуацию, да, рыбы ей этого не сказал. Вместо этого он дал мне ответ такой. Первое, он говорит, самое главное, не ссорьтесь со своим мужем из-за религии. Вот не ссорьтесь, вы не можете, это наоборот вызывает у него отторжение. Не ссорьтесь ни в коем случае с ним из-за религии. Наоборот, найдите кого-нибудь, кто может повлиять на него, но из тех, кого он уважает со стороны. То есть, вы не можете его заставить соблюдать. Это такой он дал совет. Это, кстати, я думаю, что многим, кто начал соблюдать. Это сейчас будет очень важная история. Значит, такой рыбы ей дал ответ. Не ссорьтесь ни в коем случае за религии, но найдите того, кто может на него повлиять со стороны. Это был очень мудрый совет, полностью соответствующий подходу рыбы к поиску положительного решения каждой проблемы. То есть, рыбы всегда верил, что есть в любой ситуации позитивы, нужно искать этот позитивный путь. Теперь, значит, и он очень ценил то, что называется шалом байт. Шалом байт – это гармония в доме. То есть, вообще, это слово шалом, шалом – мир. У человека должен быть мир с собой внутри, в первую очередь. То есть, без этого мира с собой очень тяжело делать мир вокруг. Потом, когда у него мир с собой, у него должен быть шалом байт – мир в доме. И, значит, это была очень, ну, это важнейшая вещь. После этого, после этого, значит, как разворачивались события. Начала я искать, я начала искать, кто бы мог на него повлиять. Муж этот был у него Сефард. Сефарда – это евреи из мусульманских стран, которые из восточных стран. И, значит, нашла я раввина, который сефардский такой же раввин, который понимал больше ментальность и понимал, как это… То есть, религия и подходы, они очень разные. У хасидов, у литовских евреев, у евреев аштенастских – это европейских, у евреев сефардских. У всех разный чуть-чуть подход. Значит, ну, раввин начал с ним что-то разговаривать, но было очень много проблем, она пишет. И был момент, когда я начала думать о разводе. И она, эта женщина, рассказывает. Я написал о рэбе и говорю, я больше не могу этого терпеть, я хочу с ним развестись. Мне нужен муж, который будет мне помогать, я хочу полностью все соблюдать и так далее. А он со мной борется на каждом шагу. И она говорит, мы оба страдаем от всех этих конфликтов, скандалов, хочу развестись. Рэбе ответил очень резкой запиской. В этой записке он сказал, что вы поженились, когда у вас была хупа на церемонии, освященной именем Всевышнего. К тому же он сказал, у вас есть дети, и вы обязаны их воспитывать в полноценном, а не в сломанном доме. То есть, это у тебя есть обязанность. И он говорит, кроме этого, так как вы начали соблюдать, и вы уже начали преподавать другим женщинам законы семейной жизни, законы чистоты, как вы можете после этого преподавать, если вы разведетесь с мужем, и то есть, ломается вся система. Теперь, дальше. Но Рэбе, вот тут интересная такая вещь, что Рэбе сделал в конце очень умную вещь. Вот давайте сейчас посмотрим. Она говорит, именно это очень мне помогло, то, что он сказал в конце. В конце Рэбе сказал, что если после того, как последний ребенок, младший ребенок в семье, он вырастет и уйдет из дома уже, женится, начнет жить своей жизнью, после этого мы можем снова вернуться к этой теме, обсуждать тему развода. И, значит, но тем временем я буду за вас молиться на модиле предыдущего Рэбе, чтобы у вас был шломбат мир в доме. То есть, и она, эта женщина говорит, что Рэбе знал, что мы никогда не разведемся, но он выполнил блестящий психологический маневр, позволив мне думать, что моя просьба не была отклонена сразу, а просто отложена. То есть, он очень старался сгладить вот все острые углы. Он говорит, да, хочешь думать о том, что лучше развестись, думай, но потом. Значит, после этого, после этого она продолжала жить с мужем. И там была еще одна ситуация, на которую я хотел вот подчеркнуть. Дальше был еще один момент. Муж уезжал в Бангкок по делам, по работе на несколько месяцев. И в Бангкоке не было возможности качественно соблюдать. То есть, там не было кошерной еды, там не было синагодий рядом, куда ходить на шаббат и так далее. И она пришла к Рэбе спросить вопрос, мне ехать в Израиль, где у меня будут все условия для соблюдения, или мне ехать в Бангкок с мужем? И Рэбе ей сказал, он говорит, конечно, говорит, даже вообще не обсуждается только в Бангкок с мужем. Вот. И она, когда сказала мужу, что едет с ним в Бангкок, он был счастлив, он сказал, я думал, что я тебя год не увижу, и так далее. И после этого начались у них улучшения в отношениях, и, значит, муж стал религиозным, конец рассказа, муж стал религиозным, и, значит, вот такой вот рассказ Сары Кармеле, которая на сегодня является директором Шарей Тураталм, то есть она директор еврейской школы сейчас, и автор книги «Слова, которые нужно услышать всем сердцем». Слова, которые нужно слышать всем сердцем. Давайте подведем итог. Значит, мы видим, что мировоззрение Торы, мировоззрение Торы, оно не очевидное, это не формальная какая-то логика, к которой мы привыкли, вот причинно-следственные связи и так далее. То есть очень важно, очень важно в ситуациях, связанных с религией, обязательно советоваться с раввином, обязательно услышать мнение человека, который прожил уже в мире Торы много лет, потому что, особенно те, кто начинают соблюдать заповеди, они делают очень много ошибок, они делают столько ошибок, им кажется, что вот это принципиально важно, а принципиально важно совсем другое. То есть очень важно иметь вот таких вот проводников, но святых. И тут я сразу скажу такую одну вещь интересную. Я недавно встретил семью одну, которую я знаю уже 20 лет. Мы начали соблюдать, и они начали соблюдать. И мы начали соблюдать, и нам повезло, что я встретил Равицка-Казильбера, там семья есть, Хан и Ханох-Лернер, то есть такие раввины, которые просто святые люди. И нам было очень понятно, что Тора это самая высшая святость, светом и так далее. Но им встретились наоборот люди, которые повели некрасиво себя. Эти люди были там спейсами, по-религиозному одеты. Я помню, у нас с ним был вот, я соблюдал, я говорю, Тора это свет. Он говорит, Тора это там, я говорю, это что-то плохое. Я ему говорю, почему ты так думаешь? И он мне начинает рассказывать про каких-то людей, которые были, как он говорил, раввины религиозные, которые с ним себя повели очень некрасиво. Я ему говорю, смотри, это не Тора. То, что человек одет, одет как религиозный, но ведет себя не как велит религия, это значит, что он не религиозный. Почему ты смотришь на одежду и не смотришь на поведение? То есть, поведением они доказали, что это, что это, они не религиозные. И нельзя сказать, что если человек одетый как религиозный повел себя по отношению к тебе некрасиво, то значит религия в этом виновата. Абсолютно нет. Этот человек просто переодетый. Он переодетый, замастерованный, но он не религиозный. Раз он так себя ведет, то, ну и что, что он одет как религиозный? Я вот одет себя, ну, видите, у меня типа есть на голове, но я специально, из-за этого я специально не одеваюсь вот в белой рубашке, в галстуке и так далее, потому что я не уверен, что я веду себя именно идеально, как требует полностью вот идеальная религия, да, как должно быть. Я боюсь, что если я что-то нарушаю, то кто-то подумает, что вот они вот религиозные, неправильно себя ведет. Поэтому я, так как я не уверен в святости каждого своего шага, я не хочу, чтобы вы думали плохо про религию. Но вообще, человек, который живет по Торе, то он святой, он у него, он добрый, у него полностью все хорошо и внутри, и снаружи, и так далее. Все, удачи всем и успехов, шаббат шалом, всем хорошего, прекрасного шаббата, и чтобы было благословение во всех хороших делах. Все, пока, удачи, успехов. Аминь.